Здравствуйте! Добрый вечер! Мир вам, Игнатий Тихонович! Мир вам! Рад вас видеть вновь! Спасибо, Александр! Вы мне позволили раз в месяц с вами созваниваться по скайпу? Вот сейчас февраль, а то был январь! Хорошо, слушаю вас! Вот и у меня к вам есть... Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я не против, но я почему-то своих не дождался. Где они, куда вы это выкладываете? Не знаю, если были, они выйдут, потому что у меня и так много выходит. Ну, сручки хотя бы на ютюбе. Да, ну что-то выйдет, выйдет что-то, посмотрите. В Свете Библии, да, вот видеоканал у вас там? Да, в Свете Библии, видеоканал, так и называется, на Свете Библии. Есть это по скайпу, да, вот там публика? Всё понял, буду ждать. Так, и у меня к вам вопросы, собственно говоря. То есть сегодня вы не против, что я выставляю? Да не против, конечно. Пожалуйста, говорите. Вот, вопрос о Туринской плащанице. Вы верите в истинность её? Вот такой вообще... Меня-то зачем вам испытывать? Вы для себя что-то спрашиваете. Но я верю, не верю, а счёт этого изменится. А ваше мнение вообще как вот прокомментирует? А ну вам как, это моё мнение? Как может пригодиться для спасения? Объясните мне. Спасти общую информированность? А ну вот как... Вам ещё информироваться? Бедиться в вере, вере больше. Я скажу, что я верю. Возьмите первый вариант. Я верю. И дальше что? Как это вам сгодится? Ну а какие факты, какие-то нюансы можете указать? Я этим не занимаюсь. Совершенно не интересуюсь. И мне это всё равно. Правильно или неправильно было. Туринской плащаницу нам Христос не указывал. Что она, кровь отобразилась. Это знают. А чья, это никто не знает. А вот рентгеновские лучи там что-то просвечивали необычные? Всё, всё просвечивали. Всё, можно доказать. Даже относится к первому веку. Но кто там был? Раб, воин, князь, Христос. Этого никто не докажет. Конкретно к Христу-то как привязать эту плащаницу? Ну то, что покрывали Христа и... Ну его ни одного покрывали. Их таких покрывали-то, может быть, сто тысяч. Кому она принадлежала, плащаница-то? То есть это могли не Христа даже покрыть, а другого человека, да? Вот люди, тогда такой был обыск, похорон такой был. Никогда этим не интересуюсь. Абсолютно. Вот привезли пояс Богородицы, ну и что? Люди, от чьей очереди стояли, сутками стояли. Это ничего не меняет. Меняет только Господь, Духи Святого. Верующий в Сына Божия, имей жизнь вечную. Не в покрова какие-то, не в плащаницы, а во Христа, который умер за наши грехи. Поэтому такие праздные вопросы больше никогда не задавайте. Они просто не нужны. А благодатный огонь. А верю я или не верю? А что это даст тебе? Верю или не верю, это мой грех, говорит, или любопытство. Ко греху это не относится. Мы должны строго по Евангелию идти, строго. В Евангелии спросятся, что накормили, напоили, посетили. То есть, что мы делали в вере, живя в вере. Доказали Богу, что мы имеем живую веру. Вот это важно. Как избыть греха, как любить людей, как не судить. Как смиренно принимать то, что нам Бог дает. Болезни, наказания, гонения, благодаря за все. Как мы выдержим то, что нам назначено поприще, дорогу пройдем. Как? Не свернем ли где-то? Не будем ли искать покоя? Вот что главное. Ну, извините. Ничего, ничего. Я просто на будущее говорю. Эти вопросы, они ничего не значат. Дальше начинают разбирать, а где живешь? Ты ко мне пришел, спрашивай по делу. Я тебе еще паспорт показывать буду. Я просто говорю о других. Другие-то тоже вопросы такие задают, ненужные. Вот про Иоанна Златоуста вопрос номер два. Что, говорится, вообще, где-то у него в его творениях, в его трудах указывается о детском крещении. Вообще есть у него что-то такое? Нет такого. Нет такого. Он сам крестился в 22 года. Ага. В то время крестились так. Григорий Богослов где-то около 28 лет. В это детское крещение намертво утвердилось позже. А что оно было? Оно было. Оно было. Так надо учитывать, что у него мать-то была Анфуса, а она была глубоко верующий человек. Почему оно не крестило? А он-то в двухлетнем возрасте остался сиротой. Отец его секунд. Погиб. Почему она его не крестила? Вопрос. А сам Ян Златоуст, он вообще о крещении что-то говорил? Ну, сознательно креститься или в младенчестве? Ну, в то время даже вопрос не стоял о младенчестве. Поэтому о нем разговоры не было. Он о мобильном телефоне еще не написал. Не было. А в его местности, по всей вероятности, даже не было этого. Константин, император, равнопостольный, считает его. Он до самого смертного часа откладывал крещение. Тогда считалось так, что если после крещения ты согрешишь, грех почти непростимый. И поэтому старались креститься. Когда умереть, тогда и креститься. Ну, и вот в продолжении крещения, вот евреи крестились в море и в облаке при Моисеи, а погружения полного не было. Да, тогда вообще его не было. Павел аллегорию дает, что они проходили верою в Моисея. Слово крестились не означает, что там вода была. В облаке они прошли. Говорит, что нам нужна облако, а не вода. На каком это основании? Он говорит, что крещение, смысл крещения, еще и тогда был, когда они прошли море. Не обязательно было полное погружение? Вообще его не было. Он просто сравнивает. Обрезывает человека. Вы знаете, что обрезывает? Они уши же обрезывают. А оно прообразовало крещение. А как оно, полное погружение? Там вообще ни одной капли не было. Кровь смывали и все. Златоуз, Григорий Богослов, Василий Великий, крестились старше 20 лет. Да. Не было детского крещения? Нет, мы не можем сказать, было или не было. Мы говорим, что они крестились. А они крестились. Вот это определенно. А что было или не было, вопрос так и не ставится. А было ли? Согласно того, что крестился весь дом, то вполне вероятно, что оно было уже при апостоле Павле. Когда уверовал Страшник Стефан, крестился сам и весь дом. Корнили уверовал, крестился дом, что все бездетные были. В то время ребятишек много было, абортов не было. Так. Следующий вопрос. Евреям дано обрезание. Суббота, не портить края бороды. Это было строго. А язычникам не требовалось этого исполнять. Книга Деяния апостолов. Первый собор в Иерусалиме. Заповеданным им не вкушать крови идола жертвенного. Удавлены остерегаться блуда. Так вот, как вы прокомментируете это? А что комментирует? Тут все ясно. Кровь. В нем душа. Называется. Жизнь человеческих. Жизнь скотины. И вот, допустим, курица повесилась или рябчика поймали. Есть нельзя. Кровь нельзя. Ну и дальше что сказали? Это они язычникам дали знать. Язычники вообще ничего не знали. Они жили, как говорится, получеловеки-полузвери. Как патриарх Кирилл сказал. И поэтому тут объяснять нечего. То есть в то время с язычников только это было. А всюду везде свирепцов идолослужение. И то, что клали перед ними жертвенное идолом мясо, они ели. А тут сказали, не есть. А Павел говорит, даже ешь, и тогда вреда тебе нет никакого. А не пустить края бороды? А бороды вообще разговора даже не было. Они этого не знали. А язычники, которые были там, какие народности-то? Как показывает сегодня, все были с бородами. Зачем им было говорить об этом? А за бритье бороды не побивали камнями? Этого не было никогда. Было то, что когда бороду испортили, полбороды у него сняли услуг, то он не запустил их в Иерусалим, Давыд. И они должны были жить в Иерихоне, пока отрастут бороды. Вот это было. Они были очень обесчищены. Ну-ну. А без бороды-то можно вообще спастись? Вот так вот, если честно. Да можно без ушей спастись, без глаз, без носа, без рук, без ног можно спастись. Ну и опять же, все про бороду, про бороду. Вот внешность Иисуса Христа вот интересует. Была ли вообще у Иисуса Христа борода? Ну неужели не была? А как? Правоверный иудей. Как это? Его нигде даже, даже баптист его без бородок не рисует. Никто. Ни коммунист, никто. Это никому на живом не придет такое сумасшедшее, что Христос был бритый, как англичане рисуют он в кепке и в футболке. А китайцы его рисуют узкоглазым, чтобы на китайцев похож был. Ну что дурить-то? Там что угодно можно сегодня делать. Вот. И про следующий вопрос. Про опять же, Ветхий Завет. Жестокость в Ветхом Завете. Вот Бог, почему был жесток в Ветхом Завете? Вот так и так. Любящий, всегда была любовь. Слово жестокий, а один человек говорит, я знаю, ты злой, жестокий, жжешь, где не сеял. И Господь говорит, твоими словами тебя судить буду. Это человек, который ничего не делает, талант зарыл, он на Бога, он жестокий. Бойтесь этих слов. Библия говорит, кто так говорит. Это человек бессовестный. Даже то, что потоп был, потоп, все утонули. Бог говорит, это любовь. Иоанн Завет говорит, самая легкая смерть. И то, что Содом Гоморра с детьми малыми сгорели, это тоже была любовь Божия. Сегодня более строго. Тогда даже которые утонули, еще покаяние там было. А сегодня в муку вечные люди идут, еще строже. Собирал дрова в субботу, побили камнями. Дочь священника пойдет в глуд сжечь. Детей предавали к заклятию, детей невинных. Как заклятие? Заклятие надо понимать, ради чего. Кто говорит, кто отвергся законом Моисея, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью. Ой, строго. А дальше, говорит, то сколь тихчайшему наказанию будет повинен тот, кто в Новом Завете не посчитает за святыню, кроме Завета. В любое время приходит, как будто компоту выпить. Причищайся, чаще исповедуйте, чаще причищайся. Они за святыню даже считать его не могут. Сколь тихчайшему. То есть это более тяжкое нынешнее наказание. Более тяжкое, чем в Ветхом Завете. А вот то, что наказание соразмерно падению? Нет, конечно. Сторазмерного наказания нет. Возмездия за грех – смерть. И смерть вечная, а не временная. То есть если я тут немножко на мирские категории перешел в осудейство? Ну, немножко. Немножко, как бы, человек опамятуется. Только и всего. Ну, ты сейчас любила танцевать. А сейчас болеет у нее, ну, ноги болят. Ты выходила на танцплощадку-то? Ходила. Ну, сейчас сравнивают. А ты видом своим, может, кого-то соблазнял. А теперь все-таки нога болит. Это же немного. Вот, и дальше про жестокость Давида. Истреблял врагов. Молотильные орудия, вот там пивы. Вот туда. А как же любить врага своего? У них этого не было. У евреев написано «Ненавидь врага твоего». Он делал по заповеди. В Новом Завете. Здесь люби. Вот в Новом Завете. Когда вот в Новом Завете, да такие, как Александр Невский, там кого-то убивали, а тут вопрос уже серьезный. А тогда это было в норме. Жестокий век, жестоко обращались. А то есть это падение, люди так пали глубоко, что он такая... Его никто не упрекает. Только ему храм строить Господь не позволил. Ты, говорит, много пролил крови. Напомнил ему. Вот это вообще нормально такая жестокость? Или это пугает? Не нормально. Не нормально. Мы мерим-то по себе. И когда ученики сказали, Господи, позволь мы огонь с неба, не изведем, как Илья, сожжем. То есть они хотели поступить так же, как Илья, пророк. А Господь говорит, не знаете, какого вы духа. Если там было ненавидеть, а я говорю, любите врагов ваших. А я. То есть ты шел туда, а я говорю, иди туда теперь. Любите врагов ваших. Любите. Враг голоден, накорми, жаждет, напой. И дело это, соберешь ему горящие угли на голову. Совесть пробудется, может быть. А вот еще добавлю по поводу, в человеке же, даже пускай он самый плохой, самый даже вот такой отмороженный, все равно же там какой-то один процент добра в нем остается. Если бы и этого процента не оставалось, он бы уже не жилец был бы. Или я ошибаюсь? Я не могу так проценты вычислять-то. Я знаю, что Бог смотрит не как мы. В общем, кавычка не так это. Бог посмотрит по-другому. И мы это видим, что в самом ничтожном, в самом завалящем он что-то находит. Ну что спрашивает с разбойника? Вообще ничего нет. Какие-то слова только сказал Господь, сегодня будешь в раю. Разбойник первый вошел в рай. Это не апостолы, не пророки, а разбойник вошел в рай. И теперь блудница всю жизнь она развращала, чужих мужиков уводила, может быть. А только купила мира, волосами отерла, и он говорит ей, прощаются грехи. Царство открыл. Блудница говорит, раньше вас идут в царство небесное. Ничего себе. Ну у дьявола, мне кажется, это невозвратное уже состояние. Вот все, он уже обречен. Да, там покаяние беспокаянно. Беспокаяния нет. Тела нет, нечем менять это все уже. Нет, дело не в теле. Дело в сознании. В сознании он не хочет каяться, не может каяться. Он ожестощенный, и в этом состоянии застыл. А там же у них это время-то по-другому понятно. Не знаю, на этот вопрос тоже нельзя ответить, по-другому или не по-другому. Но написано так. Ну, хорошо. Вот еще вопрос о душевнобольных. А можно ли их прочищать, крестить, отпевать и так далее, и тому подобное? Вообще, таинство относительно душевнобольных. Душевнобольных. Что значит душевнобольных? Поясните, бесноватый? Нет, вот психически нездоровые люди. Такого нет психически нездорового. Сейчас сегодня деноминация, конфессия, никаких слов нету. Церковь и ересь. Никаких деноминаций, конфессий нету. Это еретики. А их заменили другими словами. Душевнобольной нету. Душа, если что-то с ней, это бессодержимый. Вот говорят нервы. Таких нет слов. А что это означает? Это означает открытые двери демонам в душу заходить. Сорваны с петель. Вот и тебе нервы. Это вот неврозы, это все относится к... Это не глаза болят. Что значит невроза? Вроза, психические расстройства, одержимость, вот эти вот обсессии. Одержимость, это уже вы сказали как надо. А вот это, душевнобольные. Что в это закладывается? В психиатрическую больницу ложить или куда? Почему, я сколько помню, у нас никого не было в деревне таких. Почему? Никто этого не знал. Если бесноватый, значит бесноватый. Он там орет, падает, пену испускает. Пена изо рта, эпилепсия. Эпилептики. Понимаете? А вот это что, одержимый? Почему лептики-то еще надо с чем-то свернуть его? На какой-то наставить путь? Это определить должен там священник или кто-то. Если только он одержимый, то как крещение он не допускается. Одержимый. Потому что, ну, люди-то как понимают? А что особенно он сказал где-то? Ну, просто сказал. Господь, да не будет с тобой этого. Ну, не ходи, чтобы умирать на Голгофу. А Господь сразу говорит, отойди сатана. Ничего себе. Верховный апостол сатана. Видите, что Господь видит? А мы не видим. И вот сидят за столом, он говорит. Я избрал 12 вас, а один из вас дьявол. Ну, ты же человек. Разве можно так называть? Господь называет. Ты что, ты теперь добавляешь слова? Дьявол. А вот если при самой смерти, то можно причастить. А пока он одержимый, при жизни нельзя причащаться. Это каноны, правила. Каноны. А вот женщина, я приехал тут в одном храме. А она приехала издалека к крещению принимать. Она с севера. И только завтра крестить, а у ней месячные открылись. А протеерей подошел ко мне и спрашивает, что делать? Я говорю, отложить. Пусть сдаст телеграмму. И когда она у нее закончится, пусть омоется, миг упримет. И тогда пускай крестится. Каноны. У нас каноны есть. Мы по канонам поступаем. Вот и вортибриты. Канонов по канонам, которые были раньше, там Стоглавый собор. Бритых даже не хоронили на кладбище, как собак хоронили отдельно. Ну что, я тогда на кладбище на северной болоте. Да, и ранятся к обсам смердящим. Собакам. И на них сорока усты не творили. За упокойную молитву не творили даже. А это какая-то сила в бороде или что? Я вот просто баллась. Ты в малом неверен, и во многом, кто тебе доверит? Ты видишь, ты икона, пройди по храму, посмотри. Апостолы с бородами, пророки с бородами, Христос с бородой. А ты-то на кого похожи-то? Женоподобный. Это, говорит, блудодейная ересь. Блудодейная. Две мамы в одном доме. А если меня замотает, я вот работаю на пилораме, мне там где-то закрутит бороду, я помру. Это борода виновата. Хорошо. Сколько я там замотала уже? Ну, были случаи, рассказывали мне. Не было. Врут это, врут. Врут это? Надо бороду, как у деда, у Черномора иметь, чтобы по полу тащилось. А сколько ее надо отрасивать бороду? Она вот дальше не растет. Все. Володя, иди сюда, покажись. Вот посмотри, Володя. Он ее не трогает. Вот она, борода, покажи. Вот она, видно, нет? С 2000? Вот она, вот она. Никита, подойди сюда. Вот, делаю. Ну, посмотри, какая борода. Вот она, все. Она дальше насечется. Вот она у меня уже сколько лет? 30 лет, и она больше не растет, все. Ага, ага, ага. Вот это, где-то, где-то была такая. То есть, у нее есть свой предел, все-таки, да? У женщин волоса, у одни длинные, у другой короткие. Она не стрижет, они вот такие выросли. Дальше они секутся и отламываются. Давайте все-таки до колена вынести бороду. Ну, вот тут, а до колена борода, если вот вырастить? Вот были такие, была до полу, у Ануфрия. Были пустынники. У Макария была, да, с чресл. Описывается, какие бороды были, житья-то святых. И как жить с такой бородой? Ну, они жили на небе, а как ты-то, Бритый, будешь жить? Ты другой вопрос поставь. На кого ты похож? Да стыдно мне уже, стыдно. Простите меня, грешно. Ну, я бы говорил еще с кем-то, но с вами-то легко говорить. Вы православные. Ну, посмотрите, в храм пойдите. Посмотрите, Александр Невский как выглядит, Серафим Саровский. Ян Короштадский. Ну, подряд русских святых возьми, греческих. Даже в латинском, сиксинская Мадонна, папа Сикс с бородой. Что вы думаете-то? Это по всей мере поступаете-то. Фидель Кастро с бородой, почему он не снимал бороду? Фридрих Энгельс, посмотри, какая борода. Кармарс, какая борода. Важник коммунистического учения. Ну, я подпал, получается, под Елены Малышевой, что борода вредна, там заводятся всякие, эти микробы надо брить. Это подпал под ее влияние, в общем, под этой Малышевой. Ну, под каблучник-то и все, еще с тобой разговаривать-то. Нашел кого слушать. Согласен с вами, согласен. Самое развращенное нашел, да ты бы, говорится, через лево альпича плюнул, да убежал. Ну, а вот читал в Патерике, там, значит, один монах молодой увидел, значит, какого-то старца, не старца. Тут весь вообще был обросший у него и тело полностью заросло волосами. Это вот нормально вообще? Это Марк Фращинский. Марк Афинский называют, гора Фращинская. И он там был. К нему пошел серапион, решил его найти. Он любознательно пришел, когда увидел его, испугался. Он был без всего и постепенно Бог дал ему такое. Он говорит, меня, говорит, бесы тащили с горы, где он ушел, был на горе, подвязался-то и шкура слетала с него. А потом выросла, и он сделался такой, что как мохнатый. Ну, и Сафта родился мохнатый, косматый, а Яков голый. Монах это, побежал, этот старец, кстати, вот тут, что ты бежишь, а ты в одежде, потому что тот снял тоже одежду и за ним побежал. Ну, тогда приму тебя и буду беседовать с тобой. Ну, это так же за Марией Магдай, в этой, египетской. А, да, да. Зосима там. Это жития святых вы рассказываете. У Ануфрии была, говорит, до полу, до полу, борода. Он 70 лет там уже подвязался. Бывает женщина, волосы. Вот у вас, если у своих, спросите, какие волосы? А я видел там, у них, она коса у ней, два с половиной метра длина. И она косой вот так делает, а ребятишке через косу прыгает, как это, ну, и скакалка. Волосы такие. А вот если я вот, я вот пытался отпускать бороду, но меня постоянно начинает потом за это упрекать, что зачем ты это сделал, не надо, давай, бреся срочно, они прям меня вот всех оттыкают, ты это, совсем это, загадился это, вот заброс весь это. И вот что делать? Ничего не делать. Уверовать надо во Христа, и все это блажь с вас сойдет. Кто-то что-то сказал. У них мнение, Ян Златоунский, вот этот неверующий сказал, это пис комара, жужжание жука, карканье ворона. А ты к этому прислушиваешься. Смешно даже. Ты Бог, Бог, который дал тебе, Бог дал. Вот Бог дал бы тебе лицо, наполовину бывает родимое пятно, и никуда не денешься. Тебе нормальное лицо, все, зачем ты портишь бороду-то? Оторви от бритвы-то все это, шнуры обрежь сегодня же. А вот кусы у священников, это вот нормально вообще? Ненормально. Совершенно ненормально. Если мужчина растит волос, это бесчестье для него. А если женщина растит, для нее честь. А после... Моя стрижка, это нормально вот так пойдет? Нормально. Совершенно хорошая стрижка. То есть, я бороду буду сейчас отпускать. Хорошо, ладно? Если вы по страху Божьей, если вы Бога боитесь, не хотите Бога огорчать, скажи, Господи, прости меня, я искажал образ, который ты мне дал. Это Бог отличил. Если у человека нет бороды, это абсолютно ненормально. Гормоны сорваны. Вот у жены борода растет, разве нормально это? Так и мужчина без бороды. Это Бог сделал. У петуха такой хвост, а у курицы другой. Бык отличается от коровы, барана от овечки. А тут едешь и не знают. В мужской одежде. И мужчина ест. Потому что кто из них мужчина-то? Кто женщина-то? Ну вот еще последний вопрос я вам хочу задать по поводу алкоголя. Я работаю, вот у меня мастер. Значит, он пьет, а так пьет, что будь здоров. Вот что вот мне от него перевезти в другой цех, а с ним не работать. Просто он, ему слушатель нужен. Вот что вот, как мне в этой ситуации удалять? А зачем уходить? Да какое отношение к вам имеет? Пускай он пьет. Он освободит место вам. Вы на его место можете начальником стать. Вот даже как. Вот как. Нет, а то, что он досаждает разговорами всякими, что-то я... Ну, пускай, ты не разговаривай. Будь как Штирлиц. Молчи и все. А ему это начинать не нравится. Ну, это другое дело. Вы что-то все угождаете. Тому нравится, не нравится. У тебя воля должна быть. Ты должен так посмотреть, чтобы из него дым пошел. То есть мне можно даже подраться, да, с этим человеком? Драться не надо. Зачем драться-то? Он и так бедный наказан-то. Пьяный вообще, дунь на него, он упадет. Так сейчас такие пьяные пошли, что они за нож хватаются и в пулаками, и за трубы замедлялись. Ну, хорошо, ну куда ты от него денешься-то? Я работал на стройке. Были пьяные и всякие, но все, Бог миловал, я живой остался. Вы с ними не участвуйте. Когда у вас будет борода, к вам по-другому будет относиться. Они увидят, что мужчина, а не подкаблучник. Ну, ладно, спасибо вам. Слава Иисусу! Ладно, все, спасибо вам за общение. Спасибо, Харьков. На месяц. До свидания. До свидания. Да, отмечайте. Бород, прошлое радовало. Ну, ладно, да благословит его Господь. Виктор. Ну, ладно.